Приветствую вас. Давайте разберём наш вопрос. С Новым Годом, дорогие эксперты! Спасибо вас тоже. Хочу спросить, как научиться отпускать неприятные ощущения и моменты, не проматывать их в голове и не жалеть себя? Даже когда я заработаю, я мыслями возвращаюсь туда. Зачем-то? Оно ведь мне боль приносит. Зачем мне Apple? Итак, значит, как научиться отпускать? Ну, в первую очередь, прежде чем говорить об отпускании, наверное, имеет смысл запронуть тему вторичной выгоды. Для чего вам это? Лично мне показалось, исходя из вашего текста, вот, лично мне показалось, что для вас это способ себя полюбить, то есть себя любить, то есть, ну, позволять себе что-то, вот. Ведь если не будет этих самых эпизодов в вашей жизни, вот, ну, за которые вы себя там вот бичуете, да, например, из-за которых вы страдаете, да, например, то что вы будете о себе думать? Будете ли вы в таком случае уделять себе внимание? Будете ли вы в таком случае качественно к себе относиться? Будете ли вы в таком случае давать себе поблажки какие-то? Будьте ли вы заботиться о себе? Вот. Будете ли вы радовать себя? И вот, честно говоря, у меня сложилось такое впечатление, что не будет. И для вас тогда то, что происходит является единственным способом, единственным способом проявить к себе хоть что-то. В противном случае вы себя можете просто загнобить. Вот. И в этом, мне кажется, есть серьезная проблема. Так же, очень важным, как мне кажется, является то, что вам в вашей жизни сейчас интересно. То есть, есть ли у вас что-то, что вам интересно. Понимаете? Какой момент? Вот. Если есть. Это одно. Хорошо, если есть. Хорошо, если есть что-то, что вам нравится, что… вас как-то вот вдохновляет, да. Это здорово. Но… Лично мне показалось, опять же, что нет. Ну и наконец, говоря о том, что… как опустить? Я думаю, проживать. Через проживание. Это можно и нужно делать. То есть, вербализацию непосредственно другому человеку. Конечно, ну, которому вы доверяете. А вот. Дальше. А еще, чем старше становлюсь, тем больше загоняюсь. Грущусь, у меня уже 25. Это, с одной стороны, комплексы, с другой стороны, опять же, проблема интереса вашей жизни. Что-то на тетку становлюсь похожей, но вы себя сравниваете. Ухожу в процессе, не хочу быть взрослой, а только еще хуже делаю. Делаю. А что такое быть взрослым и что такое не быть взрослым? Засыгленность, любовь к людям и прочее. Ну, давайте тут поподробнее. Не хочу разговаривать только… Не хочу разговаривать только по делу и взаимодействовать. Ругаю себя за это. Нелюдимости мне удобно. Так, а на улице гулять стало все труднее. Ну, это похоже на такой определенный личностный кризис. Вот. Я бы не стал так рубить с плеча здесь. Вот. И все-таки предложил бы как-то, ну, последовательно разобраться. с этим, вот, именно последовательно, вот, чтобы выявить все аспекты, на которые вам нужно обратить внимание и подкорректировать. Вот. То есть разрешить ваш внутренний конфликт. Который у вас сейчас есть. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Значит, у вас есть страх близости, когда вот вы говорите, что не хотят разговаривать, там, только по делу. Это очень похоже на страх сближения психоэмоционального. Вот. А, значит, когда вы ругаете себя за нелюдимость, это внутренние требования к себе. То есть я должна быть более активной, но какой именно активный, не совсем понятно, да. То есть что это, ну, что именно за, что именно и что конкретно за активность, вот. А, не совсем ясно. Но, тем не менее. Тем не менее. Всего вам самого доброго, аноним. Апросятся! Апросятся! Юлия